продолжаем наши эксперименты я решил на другую камеру поснимать ну на камеру это громко сказано на теле елефон мы идентина вот чему разговор так сказать что им поснимать еще работу показать рассказать как чего тут у нас получается и вы все увидите сами вот ковыряется вот это вмятинка я попробую с увеличением как мы видим уже к этот сусмарики пытаются вылазить металл там складываться не так как надо маленькие накольчики и будет осаживать разглаживать секунду покажу каким крючком мы работаем дай-ка пожалуйста вот таким вот мы крючком работаем типа ножевидный вот у них как бы не как бы есть вот зона рабочая и вот то есть мы этим окончанием вот этим работаем и острым но пока что судя по вот этим наколам как вы видите видели вернее это острые наколы были вот продолжаем опять же вот она на пятина сейчас мы его пометим чтобы было лучше видно смотреть дальше вот он ничего потихонечку потихонечку их поддавливаем то же самое здесь потихоньку выдавливаем если видим что с мостром и даем надо давить более аккуратно либо инструмент на более плавный чтобы не делать этих накол в принципе если аккуратно все это делать пить сильно можно работать любым инструментом вот я например работать острым окончанием кто-то наоборот пытает как бы овалами всякими еще и подматываю это все субъективно самое главное что чем вы инструментом работаете или каким правильно неправильно еще повторюсь вывода тут один чтобы то что вы делаете нравилось и вам кому вы делаете вот и стараться по такие вещи сразу и без пробойник чтобы обходиться не накалывать вмятины сейчас чуть дальше вот она вмятинка тоже надо дать то же самое надо ее поддавить чуть-чуть вверх чуть вот здесь еще есть ну в общем и целом вернемся опять же к нашей вот этой вмятине вот тут надо немножко немножко на полы получить чуть сильно надавлено было их просто надо забить опять же они настолько маленькие тут что принципе найти все на улице будет очень-очень сложно вот такая примерно получилась работа да в принципе глаз видит это все что где-то есть небольшие неровности но это уже как говорится мелочи жизни которые никому не нужны если делать вообще в идеал то надо здесь шпаклевать и красить ну сейчас попробуем вот эти вот вмятинки чуть поковырять начинаем вот с этой надо работаем вот таким остреньким как видим ничего страшного все аккуратно выгибается вот это выгибается хорошо благодаря тому что приятный металл я поснимаю что было и что стало вот вмятина была вот-вот-вот-вот-вот оставлю вот они но это у нас под усилителем вот она складочка сейчас здесь надо немножко разбить крючок тут же вмятина вот она та же вот 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 небольшие на кольчике получил ну небольшие опять же это острый крючок все мы понимаем что это неправильно надо было чем-то помягче вот но я просто хочу показать что даже острым крючком можно достаточно аккуратно работать при желании вот а если вы не аккуратно работа можно и тупым условно крючком с бортовалом наделать шишек и потом их забивать и и опять же очень острым крючком еще раз показываю вот вот он какой очень крючком с острым окончанием он даже вот палец можно поранить в принципе сделать вмятинку ту же естественно это по времени больше займет вот ну тут вопрос как бы не то быстрее что не быстрее нам торопиться не надо сейчас эту пару моментов подправлю и пойдем дальше вот сюда вот на эти вмятинки сюда 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 вот мы видим в лампе там где усилитель идет тяну мы пока оставили под усилителем не работали а остальное там где было в свободном доступе поиграли сменировались сейчас вот это вот снимаем вот эту крыту подвешиваемся и вот эту зону ремонта там где в свободном доступе продолжим поковыряем вот что получается сюда можно и подвесы и там дальше у нас есть куда заглянуть это красота у нас панелька лежит вот сейчас ставим весик и поехали дальше говорится опять же в водном доступе еще раз повторяюсь пока мы не лезем не под жестко под усилители не герметик не срезаем делаем то что вот это как говорится на поверхности с наименьшим так сказать ущерб вот все то что легко дается скажем так как мы уже не первый раз заметили на машине куча складок вот откуда они взялись вот я снимаю тоже на складка но это отдельный вопрос будем разбираться под может быть выясним когда расскажем почему смотрим как делается умятинка резкость конечно оставляет желать лучшего смотрим вот она это место немножко там помочь и есть конечно вот но вот она чуть-чуть есть зараза но ты снимаешь или нет не хочет вообще снимать камера вот вот такие вот делу а вот по большому счету уже ничего не видно вот у нас здесь поломан кантик прям ну чё-то я его не могу не хитрена снять алю 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 а не хочет фокус фокусей видно это то что вот осталось вот так вот кстати предыдущие ровненько ну вот это у нас вот это место был залом не идеально я думаю ругать меня такую работу не будут вот так там 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 еще конечно чем заняться где-то поднадавить но тут в основном уже под усилками а тут как бы вот такая вот крысота чего я мог еще много их много переходим дальше ну что же на сегодня тренировались вот я в такой как бы лампе уже мордочку на место и в бой потому что это машинка таксу она должна работать вот ну 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 ну